У меня вот смотрите, у меня есть правка об освобождении. Это театральная постановка, реальность, в которую попадают бывшие заключенные женщины после освобождения. Стать на учет, восстановить паспорт и устроиться на работу. С такими проблемами сталкивалась каждая из них, пока не попала в этот центр социальной адаптации. Попала я за решетку за мошенничество. Кредиты, плюс еще там небольшой эпизод. И все одно к одному. Вот так вот получилось. Хорошо. Три года. Ну как объяснить, что такое режим? Как объяснить, что такое непонимание? Как объяснить, что ты просто рабочая сила? Как объяснить, что это каторга и у тебя не должно быть своего мнения? В доме на полпути живут 18 недавно освобожденных женщин. Одни здесь уже несколько месяцев, другие прибыли пару дней назад. Программа адаптации к обществу рассчитана до полугода. Иногда бывших заключенных здесь заново учат даже элементарным навыкам. Девчонки приходят, которые не умели готовить или забыли, как это делать. Мы учим готовить, учим стирать свои вещи. Иногда учим даже правилам личной гигиены. Кроме того, женщин, которые годами были за решеткой, здесь учат грамотно общаться, работать с компьютером, помогают восстановить документы и трудоустроиться. Психологи перебивают женщинам и уверенность в своих силах. Приходят они сюда в позиции жертвы. То есть я здесь самая бедная, я здесь несчастная. Помогите мне, пожалуйста, решите за меня все. Они все неправы. Здесь мы учим понимать, что надо конкретно мне сейчас, у кого это попросить и как это сделать. Я начала верить в людей. Я начала верить в то, что я кому-то нужна. Я начала верить, что моя судьба кому-то не безразлична. Я выучила, ну как выучилась. Я не могу так громко еще говорить. У меня уже есть портреты в интернете. Уже у меня спрашивают, сколько цена. Сотрудники центра уверены, подобные дома искореняют у бывших заключенных криминальное мышление. Женщины больше не хотят совершать преступления. Нельзя считать изгоями людей, оступившихся. Нужно всегда дать возможность человеку себя реализовать. Это такие же люди, как и мы. Ведь по разным причинам попадают в тюрьму. Пока в Украине это единственный центр, где недавно освобожденные женщины могут бесплатно жить, получать социальную, психологическую и юридическую помощь. Тебе просто легче. Ты приходишь сюда, как домой.